здравствуйте мы обычная семья с города бахмут я работала с детками я была репетитором английского языка когда 24 февраля 2022 года начали лезть военные действия мы были с детками в харькове было на самом деле очень страшно мы не могли выйти вообще с дома постоянно бомбили день и ночь мы постоянно находились в укрытии у ребенка на стрессе началась сумасшедшая температура лекарств купить невозможно было потому что просто ничего не работало выйти невозможно было мы или в квартире находились на первом этаже или находились в укрытиях в подвале дальше через 12 дней просто невозможности мы решили выезжать ехать более или менее мирное место решили ехать в полтавскую область в город кременчуг здесь никого у нас не было и жилья естественно не было мы приехали сюда сняли квартиру сначала жили всей всей семьей приехали мои родители с бахмута и мы пытались жить как-то и существовать здесь квартиры очень дорогие аренда просто невозможно мы платим за квартиру 7000 гривен просто нашкребаем так ну платим потому что но мы получаем в по и родители у меня инвалиды третьей группы поэтому еле-еле сводим концы с концами обращались разные гуманитарные центры нам предоставлял красный крест и манитарную помощь и есть такая организация с бахмутом усерти в городе днепр куда мы тоже обращались и нам предоставили помощь там очень тяжело жить так как еще и морально и физически потому что у у нас сгорел дом туда попала три ракеты которую выпустила российской федерации наш дом полностью сгорел живем сейчас с детками одной дочке шесть лет второй дочке год и пять вещей нет вещи или ходим гуманитарные центры берем или нам кто-то дает из местных жителей родители инвалиды работать никто не может я потому что с маленькой дочкой как бы в декрете плюс мы эвакуировали моих двух лежачих бабушек они живут тоже с нами в общем живем в двухкомнатной квартире нас семь человек правда очень тяжело и мы очень очень просим поддержки вашей спасибо большое